Растянуть, они не жесткие, они не качественные, они какие-то смазанные, их даже ударами нельзя назвать. Я их не почувствовал. Можно сказать, что не попал ни разу. Вы дважды отпускали его в этом раунде, не добивали. Специально хотели растянуть? Специально, да, хотел растянуть. Специально хотел, чтобы он восстановился и показал именно все, что может. Я мог бы еще быстрее закончить этот бой, как бы все видели, но я дал возможность ему восстановиться, поднять руки, опять начать атаковать, и как бы все видели, что тренироваться и тренироваться надо боксом, чтобы выходить на ринг. Когда вы били, тоже было ощущение, что это не в полную силу, просто бросали руки, а до Михаила это ухватило. Я же говорю, я не хотел его сразу побить, нокаутировать, отправить в жесткий нокаут, или я видел, что он плывет, что я мог еще налететь прям сразу с ударами. Почему я начал потихоньку с живота останавливать его и давать ему возможность, чтобы он как-то начал активничать в ринге, что-то показывать, чему он научился за все это время. Ну, как оказалось, ничему абсолютно он не научился. А почему не продлили на подольше бой? Каким образом? Каким объяснение? По корпусу поработали бы, так? Я и так не бил его, я уходил, он падал, я вставал, я убегал в другой конец ринга, он ходил, танцевал, я ждал, пока он восстановится. Ну, как его еще дольше можно было продлить, я не понимаю. Саша, а как думаешь, в ММА у него побольше времени? В ММА? Да то же самое будет в ММА. Ну, если честно, я даже, когда мы сближались с Михаилом в клинч, я его даже не чувствовал силу, не чувствовал его кайсу, не чувствовал его жесткости. Вот, как, ну, когда вот с бойцами, с боксерами, ну, то есть, абсолютно не понимая человек, что делать на ринге. Даже если он подтянет борьбу, ничего даже там есть. Это не подтянет он никогда борьбу. Пусть учится боксировать, ну, может, по правилам боксировать. Будет шанс. Если приклеить руки к голове, и будет больше двигаться, научиться надо. Ты думаешь, боксер все-таки побольше, у него шансы больше нет? Да ну, а как в ММА? В ММА нужно бороться, бить, ну, как-то переводить. У вас теперь есть золотой пояс чемпиона РНТВ. Насколько это важное достижение для вас? Это теперь не у меня есть, я его дочке подарю, теперь у нее есть. То есть пояс у ее дочки, да? Конечно. Сегодня мы видели замечательные там 3-4 минуты. Какие теперь планы, когда в ММА есть ли предложение от организации? Сейчас вот буду как раз искать бои, буду разговаривать, договариваться. В принципе, ну, я как и говорил, что я не травмировался, не устал, что это для меня, ну, такой вот. Ну, я, если честно, ожидал более тяжелый спарринг, нежели чем прошел сегодня. Я думал, будет хороший такой тренировочный вечер у меня. Ну, я только, мне кажется, я еще как вспотел на разминке, так еще и после разминки остыть не успел. Насколько хороший гонорар, сколько на него можно, сколько дней можно на него отдохнуть, погулять? Я выступаю за идею, а вы считайте свои деньги. За это короткое время, что бой длился, хоть какое-то удовольствие получил? Можно ли вообще получить от такого боя удовольствие? Ну, конечно, можно. Во-первых, прекрасный вечер, замечательный спортивный вечер. Столько людей пришло, посмотрело. Столько людей обратило на этот бой внимание по телевидению. Это новый формат боев. Это не боксеры вышли, это вот именно шоу, когда из одной дисциплины спортсмены из другой дисциплины. И здесь уже противостояние разных школ, силачей, которые вагоны разгружают, передвигают, пароходы там переставляют. И падают за три минуты. Ну и да, и меня, додика. Как думаешь, у Новоселова может быть чуть больше шансов или вообще? Слушай, можешь у меня вопросы не задавать больше, а? Александр, а кто ведет ваши дела как менеджер? То есть вы говорите, жду предложения от организаторов. А к кому, к какому конкретно человеку должны обратиться организаторы, чтобы организовать вам бой? Ко мне конкретно. Я и менеджер, и промоутер, и пиарщик, и боец. Я все один в одном лице. Это очень удобно. Тогда скажите, есть ли какие-то переговоры, планы, желание выступить в Японии, где вы сделали себе имя 14-15 лет назад? Договорись. Так вы же менеджер? Дай координаты тогда. С японской стороны. То есть в этом согласен? Ну конечно, у меня нет возможности. Понимаешь, вот сейчас проходит один турнир. Буквально только я созвонил с одной организацией, они говорят, у нас 22-го турнира. Я говорю, а давай выступлю. Говорит, у нас файт-карт уже заставлен. Мы тебе, чтобы найти оппонента, это не просто там кого-то нужно найти. Это говорит, очень тяжело подыскать тебе такого же уровня бойца. Он должен как минимум быть за два месяца предупрежден, чтобы подготовиться. Это не то, что там нашли какого-то там мальчика, поставили, они выходят. Ну, как сегодня нет, потому что он был заранее предупрежден. Он готовился, 4 месяца в спаррингах стоял. Сколько? Год. Вроде бы было время у него на подготовку по таким правилам. Ну и сами видели, что получили. А организация российская или зарубежная, которая 22-го? Какая себе разница? Интересно. Как вы думаете, в ближайший месяц ваш будет выглядеть? То есть, хотели бы вы провести тренировочный процесс? Я буду стараться подраться, найти еще где-нибудь бой, потому что я нахожусь в замечательной форме. Сегодня я не получил ни травм, ничего. Я дальше буду набирать форму. И если мне вдруг предложат где-нибудь сейчас подраться, я с удовольствием выступлю, потому что я готов. Камил пока файтнесс не прилагал? Камил собирается, я слышал, вроде бы в следующем месяце проводить. Мы с ним разговаривали, но коснулись так поверхностно этого вопроса. Вот, то есть... Все возможно? Да. Договорились, что впоследствии вернемся к нему. Супер. Ну приятно будете. Спасибо. Пример файтнесс. Спасибо. А последний вопрос. Для вас имело значение то, что бой показывал федеральный канал? То есть это, не знаю, приятно может быть? Конечно имел. Мне не то, что приятно быть по телевизору. Мне приятно, что наконец-то федеральные каналы начинают транслировать хорошие, правильные, нужные, полезные передачи. Спорт, бокс, еще что-то. Ну, пропаганду спорта, а не вы понимаете. Александр, а такой вопрос. Вы, как профессиональный боец, насколько нужны такие бойцы, бои с любителями? Нужны такие бои, именно они и составляют всю зрелищность. Именно они и составляют все шоу. Именно они и добавляют вот этих вот красок, когда берут из других видов спорта. Это вот, к примеру, я вам так скажу. В Японии был такой турнир Pride, который прикрыли. Там, помимо профессиональных бойцов, были еще и разбавляли. Ну, этих бойцов с совершенно другими спортсменами файт-карты. Да, и то есть интересно было смотреть, когда выходит человек 2,30 ростом и против него 1,80 м. Один баскетболом занимался всю жизнь, другой суммой. И тот, у кого 1,80 м, он до него дотянуться не может. И вот интересно, а что же они будут делать, понимаете? Вот, что людям интересно. Когда выходят профессионалы драться, ну, да, там, если известный, где-то как-то за ним смотрят. А так, ну, все предсказуемо, все понятно. Работа, там, контроль, еще в партере контроль, перевод, удар, добивание, контратака. Ну, то есть нужно разбавлять профессиональный спорт вот такими вот элементами шоу, на которые смотрят люди. А что же будет, а кто вот победит? Этот или тот, или высокий, или низкий, там, толстый, или худой. Нужно вот так вот разбавлять. Такими вот спортсменами. Вот такие профессиональные турниры. Как думаете, вот ваш бой с Котляевым подошел бы под формат? От тебя же был до этого последний вопрос. Вы так говорили много, что захотелось еще задать. Саша, ты на открытой пресс-конференции сказал, что есть боец, с которым ты хотел по боксу победить. Я не говорил. Нет, ты сказал, что есть, но не сказал, кто. А, да? Да. Теперь можешь нам откроешь тайну, что кто-то есть в боксе, с кем бы ты хотел подраться? Я, наверное, оговорился. Мне без разницы. Кого поставят? Ну, халат у тебя уже есть, так что можно продолжать драться. Халат есть. Да, я готов. Без разницы. Как думаете, ваш бой против Котляева подошел бы под формат Прайда 2005 года? Можно ли это с этим сравнивать? А ты как думаешь? Мне вообще не интересно. Подошел бы. Маликов возобновил карьеру недавно. Насколько интересно было бы с ним подраться? Он говорил, что есть у него такое желание. Без проблем. Я с удовольствием. Готов подраться с Маликовым. Александр, а насколько вам было бы интересно подраться с Магомедом и Смаиловым? Потому что он об этом бою заинтересован. Организуйте бой. Я и с Магомедом и Смаиловым поддерживаюсь. Мне без разницы, кого бить. Я не выбираю себе оппонентов. Люди. Ну, вы задаете вот через одного одни и те же вопросы. А с тем? А с этим? А с тем? А с этим? Да мне без разницы. Ну, конечно. Ну, что мне? Ну, Магомеда и Смаилова бить. Ну, Магомеда и Смаилова. Ты вызовешь меня на бой. Организует этот бой. Ну, с тобой пойдем раз. Ну, а что делать? Ну, у меня работа такая. Бить людей. Два часа. Спасибо, Саш. Спасибо. С победой. На этом, конечно, не все. На моем втором канале сегодня днем выйдет большое видео про этот удивительный турнир. Обязательно подписывайтесь на оба моих канала и на мой инстаграм. И не забывайте о полезных ссылках в описании на моих партнеров из Фонбет и в закрепленном комментарии на лучшую сеть магазинов экипировки для бойцов Octagon Shop, где прямо сейчас дают скидку в 25% по кодовому слову.